Я всю жизнь прожил в Москве. Ты же сам из госсектора. Я работал в Коколе, работал в правительстве, потом работал в Газпромнефтье, и теперь я в идеальной компании. Как ты прожил полгода без рабочей визы в Киеве? Некстерс – идеально всё. Всем привет, меня зовут Марин Копылович, и это подкаст «Проехали». Здесь мы обсуждаем переезд на Кипр и жизнь в эмиграции. Сегодня у нас в гостях Денис. Привет, Денис. Привет. Ты работаешь в компании Некстерс, верно? Да. Некстерс – это компания-разработчиков игр, которые входят в десятку крупнейших европейских мобильных разработчиков. Пятёрку. Пятёрку. У неё старая общая информация. Окей. Говорят, что в игры нельзя попасть без опыта в играх. В ходе случаев, да. Да, а тебе удалось. Расскажи, как ты попал в Некстерс. Ну, на самом деле, сейчас, мне кажется, игровая индустрия, особенно крупные игровые компании, они уже более открытые к этому относятся. То есть, у нас не один только я, без опыта в геймдейле. Важны, скорее, скины, лично, харды софты и желания. Вот. Плюсом будет, если ты сам играешь в игры. А ты играешь в игры? Да. У нас первое интервью с моим текущим руководителем закончилось тем, что мы обсуждали колоды Хардстоуня. Серьёзно? Да. После основной части. Поэтому это приветствуется. То есть, у вас там все играют в игры? Ну, почти все. Ну, если ты работаешь с играми, с метриками продуктовыми, там, с аудиторией игровой, то большим преимуществом является то, что ты понимаешь хотя бы, как ты устроен, с чего это стоит. Так, а кем ты работаешь ты там? Маркетолог-аналитик. И что ты делаешь? Я анализирую перформанс наших креативов у нас in-house production и даю какой-то фидбэк на основе полученных данных с трафика, с тестов нашей креативной команде. Они креативы улучшают, дорабатывают. Сложно было вообще устроиться на экстерс? Странно было устроиться на экстерс. Не думал, что это будет постоянное место работы. В феврале, перед началом пандемии, я уехал в Москву на пару месяцев. И понеслось там вот все эти закрытые границы, вот это вот все. Вот. Я подумал, что это наверняка надолго. Начал искать работу. И там у меня давно было желание в геймдев попасть. Поэтому я закидывал резюме геймдер-компании. Вот. А в Nexters оказалась вакансия, которая прям вот собрала все требования, совпадающие с моим бэкграундом. То есть у меня какой-то такой очень широкий специфический бэкграунд получился. А им требовалось как раз вот такой специалиста с широким бэкграундом. То есть как-то все совпало. А потом выяснилось, что они думали, что я на Кипре, что у них есть офис на Кипре. И как-то получилось потом реализоваться обратно на Кипре. И вообще компания оказалась супер-классная. Всем советую, кстати. У нас куча новых вакансий. И после этого в рамках компании я переехал на Кипр. Вот теперь я здесь вернулся на Кипр. Уже, наверное, не переехал. Компания Nexters. Я на самом деле особо про них ничего не знала, потому что я далека от игр. Но я посмотрела русские нормы с ними. И они, конечно, очень вдохновляют как... Как сказать? Лидеры. Как начальники, да. Как боссы. А насколько вот эти ценности, которые они транслируют в интервью, реально как бы чувствуют сотрудники? То есть... Слушай, ну, я до этого вообще никогда не встречал такой корпоративной культуры. То есть это реально те ценности, которые они транслируют внутри компании, они очень харизматичные, очень открытые. И очень хорошо относятся ко всем сотрудникам. Вплоть до того, что они регулярно по итогам кварталов отчитываются перед нами. Перед всеми сотрудниками строят конфу на всю компанию. И типа, как у нас все прошло в квартале, какие у нас планы на будущее. И, в принципе, делятся своим мнением надейные вопросы. И у нас есть открытые формы вопросов. То есть любой абсолютно сотрудник может задать им вопрос, и они на него ответят. То есть абсолютно крутые, открытые люди, харизматичные и приятно работать в компании, где они руководят. А можешь сравнить вот Nexters и Газпромнефть, где ты работал? Чем отличаются? Тяжело сравнивать, потому что нет ничего общего. Вот. Ну вот, грубо говоря, к тебе придет кто-нибудь и скажет, мне там предлагают Газпромнефть. Все знают, что такое Газпромнефть. И мне предлагают какую-то компанию Nexters, которую я там услышал первый раз. Что ты посоветишь? Ну, Nexters, конечно, что-то было. Почему? Ну, потому что в Nexters идеально все. Не знаю, может, у меня так сложилось, но для меня в ней идеально все. И даже если это не Газпромнефть, будет какая-то другая компания крупная, то тоже, скорее всего, Nexters все это. Но Газпромнефть, у нее не то чтобы много плюсов. То есть, когда я пришел доработать, был огромный плюс, видимо, и начальницы. Которая прям была молодец. Она умудрялась и в их политических игрищах участвовать, чтобы нас не трогали. И при этом пробивать проекты, чтобы они делались. Вот. Поэтому было классно работать. Но когда она ушла, там как-то пропал всякий смысл оставаться, потому что, ну, я плюсов особо не видел. Так, а если говорить о твоих предыдущих местах работы, на Кипре ты еще где-то работал. Да. Из Газпромнефти я релацировался на Кипр в Форекс-компанию. Там у нас не пошло все хорошо. Почему? Ну, там, на самом деле, были знаки, когда я пробовался к ним. Но я очень хотел уйти из Газпромнефти и очень хотел уехать из России. В принципе, ну да. В России сейчас не очень приятно, мне кажется. И не обратил внимания, что очень размытое описание вакансий, очень как-то общее рассказали про структуру компании, про задачи. Ну, то есть какие-то такие мелочи. Тестового задания вообще не было на аналитика. Ну, то есть какие-то нюансы, которые могли показать, что маркетинг аналитика там не то чтобы востребовано. Вот. То есть получилось так, что я полгода там испытательный срок проработал, не понял, зачем я там нужен. Начальство тоже не смогло объяснить, зачем я им нужен. И в итоге мы встречались с другим другом. А почему? Как ты вообще нашел эту вакансию? Почему решил переехать на Кипр? Так. Давай сначала с далекого 2010-го, наверное. В общем, я после бакалавриата уехал в Англию учиться на магистратуру. Бакалавриата? Где? МГУ экономфак в Москве. Уехал в Англию на магистратуру маркетинга. Там мы познакомились как раз с человеком русским, который в детстве, в раннем детстве переехал на Кипр. И сейчас он привод уже, получается. Вот. И, в принципе, мы с ним дружили. Вот. Потом я вернулся в Москву. Там поработал в Кока-Коле. Потом поработал в Рыгст. И потом переехал в Питер. Поработал в Газпромнефти. После этого, когда я уже начал смотреть на другие страны, я Кипр на самом деле не особо рассматривал. Потому что у меня там был чек-лист, по которому я выбирал страну. И под него лучше всего попадали Австралия, Канада. Далековато. Ну да. Но в Европе не так много англоязычных стран. Кроме английского у меня нет сильных языков. И так, чтобы страна была еще при этом развитая. Чтобы там были рабочие места. Чтобы там... Ну, грубо говоря, чтобы я был там востребован. Вот. Такого я в Европе не увидел. Сейчас, возможно, это частично Германия. Но там тоже со своей атмосферой. Ну вот. Ты прям так осознанно подходил. В самом-самом смысле. С аналитиком разговариваешь. Ну просто многие как бы переехали на Кипр, потому что там позвали случайно, узнали, выделили вакансию. А ты прям изучал рынок, получается, куда переезжать. Да. Ну, Кипр я не изучал. После вот этот друг, с которым мы общались, я к нему ездил на день рождения, когда работал в «Газпромнефте». На свой день рождения. На Кипр. Да. И мне тут понравилось. В принципе, там я увидел даже больше, чем ожидал. День рождения вообще прошел очень классно. И потом я подумал, что если я работаю в «Газпромнефте», чтобы пару раз в год ездить на Кипр, то если я буду жить на Кипре, то будет намного выгоднее. Вот. Он как раз мне скидывал вакансии и предложил поработать на Кипре. И одна из вакансий была как раз «Тетфорекс». Мне там довольно притягно ответили. Прошел собеседник, меня релацировали. Вот. Потом мы с ними расстались. Так, подожди. Да. У тебя, получается, есть такой достаточно уникальный опыт, когда ты работаешь на Кипре в хорошей компании, где тебе все нравится и где тебе не очень нравится. Можешь как-то сравнить вот эти две? Ну, у меня вообще полоса черная, полоса белая, получается, по карьере. То есть я работал в «Кокколе», там было все классно. Потом работал в правительстве. Там было все диаметрально противоположно. Потом работал в «Газпромнефте» с хорошей начальницей, было все классно. Потом начальница ушла, сейчас стало плохо. И «Форекс» компания вот эта тоже, там все плохо. И теперь вот я в идеальной компании. Работаю. Поэтому мне, да, я могу сравнить плохое с хорошим. И у меня из-за этого появился список компаний. Нет, сейчас недавно мы набирали в команду «Джунов». И у меня был список индустрий, из которых я прям очень осторожно относился к кандидатам. Прям вот максимально осторожно. Это как раз госсектор, около госкомпаний, типа «Газпромнефти» и финтех-компании. Потому что многие финтех-компании, особенно которые такие сероватые, у них все решается просто. Типа бухали больше денег, стало лучше работать, если про маркетинг говорить. Вот. И там, ну, не аналитика никакая. Там, в принципе, не нужны сотрудники с какой-то экспертизой. Там нужны люди, которые умеют там пользоваться личным кабинетом, делать user acquisition, грубо говоря. Вот. И мне кажется, там часто отмечают такой недостаток у IT-компаний, там, у этих секторов, что берут именно технические подклоны от людей, которые при этом могут вообще не разбираться в маркетинге. И вот примерно это я и наблюдал как раз в Форексе. То есть там набирали причем очень хороших спецов. Они знают, что делать, но им просто не нужно было это делать. И от них, более того, если они хотели, то им особо не давали это делать. То есть просто сидишь, накручиваешь бюджеты и все. Ну, ты же сам из госсектора когда-то пришел. Ну, да. То есть надо кому-то шанс давать. В администрации гордо я не продержался там. Точнее, мне не хватило какой-то ресурсов внутри нее, чтобы дольше там трех месяцев проработать. Четырех. Вот. В Форексе вот полгода, но уже там тоже через 3-4 месяца я понимал, что это не та компания, в которой хочется работать. Поэтому, когда приходили кандидаты, которые ушли... Ну, точно, был один кандидат, который тоже проработал в госсекторе и ушел через полгода. Был другой кандидат, который работал там на всяких гос-ивентах, еще чем-то там, два года работал. То с помощником депутата, то еще чем-то. И, в принципе, у меня было однозначное решение, что вот второй не подходит, первый подходит. Само собой, я старался объективно оценивать на интервью, но по результатам со мной согласились и кадры, и другие... Ну, наш проект-менеджер, который присутствовал, что прям небо и земля для человека. Вот. То есть, как правило, это работает. У меня вообще был вопрос из серии, стоит ли приезжать на Кипр на не очень интересную работу? В плане, стоит ли жить на Кипре, у моря, вот этого стресса, связанного с неинтересной работой? Или... Или, ну, лучше не стоит? Слушай, ну, мне кажется, это от человека зависит. Я работал в Коккоре, там было классно интересно, но я выгорел. Не знаю даже, как тебе ответить на самом деле, потому что я на неинтересных работах долго не могу работать. Если вот даже не то, что сама работа неинтересна, если что-то меня в ней не цепляет. Ну, в принципе, то, что это было на Кипре, море тебя немного подбадривало, когда ты там работал, всяких непонятков. Тут, ну, немного по-другому уже относится. То есть, страна, куда ты приехал отдыхать, и страна, где ты работаешь, это там две абсолютно разные страны. Ну да. То есть, там, не знаю, я учился в Оксфорде, я обожаю этот город, но жить я бы там не стал, я повесился там первые пару месяцев, там очень скучно. Поэтому Кипр, когда ты работаешь, он немного по-другому смотрится, потому что ты сидишь там в офисе, через окно смотришь на море на хорошую погоду, вот, а потом ты заканчиваешь уже темно, например, а летом тут вообще, как сейчас, адская жара, на улицу не хочется выходить. Мне классно, что можно каждые выходные поехать на море, но при этом тут, если кто-то привык к мегапоисам, если кто-то урбанист, то ему здесь будет не очень хорошо. Ну, а ты, когда приехал, что подумал про Кипр? Я подумал офигенно вообще. Ну, потому что я всю жизнь прожил в Москве, и она прям сейчас сильно переполнена, прям мне очень не нравилось там жить в последние годы, там, чем с каждым годом все сложнее было там как-то жить в плане как раз вот плотности населения, каких-то там законов. Ну, то есть, на мой взгляд, Москву делают специально не жизнеспособной, чтобы там могли выживать только вот люди с зарплатами, там, не знаю, от 500 тысяч, как бы говоря. И в Питере было получше, и Питер, в принципе, там поприятнее город, на мой взгляд. Но все равно, то есть, там вот эти постоянные дожди, они в какой-то момент, типа, плохая погода, точнее, прыгающая погода, она немного надоедает. Вот, поэтому, когда я приехал сюда, я подумал, что, как бы, ну, классно, IT-сектор, то есть, можно спокойно, удаленно там делать все, что хочешь. Море под боком каждые выходные гоняешь. Есть там какие-то в горах для погулять тропы, есть винодельни с собственным вином, там какие-то качественные продукты здесь неплохо, или из Европы тащат, сами растят. Есть даже горнолыжный курорт, но я не добирался. Вот, и я переезжал во время, до пандемии, поэтому тут были очень дешевые билеты в Европу. То есть, вот мы в какой-то момент с девушкой ездили в Вену за 10 евро туда-обратно. То есть, там, автобус дороже стоил, да. А, ну, знаешь, еще говорят, что вот приезжают из Москвы, и так скучно тут. Типа, всем, кто в Москве, они привыкли к этому ритму, к этим мероприятиям. Что им тут делать? Ну, вот меня этот ритм немного раздражал, и плюс еще я все-таки больше интерверт, наверное, и не урбанист. Вот, то есть, у меня, наоборот, это было плюсом. Ну, если кто-то любит вот такую 24 на 7 жизнь, не знаю, мне кажется, это сложно совмещать с работой. То есть, если ты, там, не знаю, студент, офигенно фрилансишь, там, наверное, норм. Но если у тебя есть какая-то работа, которая стоянная по расписанию, то, ну, не сказал бы, что Москва – это хороший город для такого. Опять-таки, если у тебя доход, там, не с многим количеством нулей. Окей, а ты, получается, расстался со своим работодателем, первым Форексом, и у тебя был фактически месяц, чтобы найти новую работу, либо уехать. Какие у тебя были действия? Не совсем месяц. Я, ну, стал брать проекты на фриланс, я посмотрел другие компании. Как ты говорила, войти сектор из реального сектора и перейти сложно. Поэтому там сходу я ничего не нашел интересного. Там были какие-то такие полупредложения от компании. Сначала компания в Пафосе, в седнем городе была, которая рассматривала мою кандидатуру, несколько интервью было. Потом Wargaming меня смотрели, но из-за того, что их отдел реалансировали в Прагу, а у меня визы не было и возможности в ближайшие полгода ее получить тоже не было, то они в итоге взяли локальную девочку. Потом перед самым уже отъездом в Москву рассматривала компания, другая геймдев тоже мобилки делает, но им как раз не понравилось то, что мало опыта. То есть ты искал, искал, и что-то ничего не нашел. Ну да, какие-то такие варианты, так сказать, наклевывались, но прям вот в оффер ничего не переросло. Поэтому я просто брал проекты, какие-то там делал. Вот, и я так около, сколько, полугода, может, чуть больше даже прожил. Как ты прожил полгода без рабочей визы на Кипре? Ну, у меня была провиза, у меня был сенген, вот, и я периодически летал в другую страну, там вот Грецию смотался тоже за какие-то копейки, потом вернулся. Ну, у тебя не было потом никаких проблем, тебе не говорили, не приходили, вас уволили, уезжайте. Нет, так, чтобы не выгоняли, нет, но вот, типа, там на таможне, на паспортном контроле спрашивали, там, а когда у вас виза кончается? Ну, так, типа, без каких-то намеков на то, что пора бы вам болеть из этой страны. Вот, ну и в Москву я поехал как раз обновить визу, вот, там на 2-3 месяца съездить заодно, посетить родителей, там, друзей и родственников, и из-за того, что границы подокрывались, пришлось там остаться. Так, то есть ты приехал в Москву и случился... Да. И что-то почувствовал. Это какой-то мой большой страх приехать и не уехать потом. Ну, так себе, конечно, было. У меня был в тот момент клиент такой крупный на фрилансе, как раз получилось вживую с ними повидаться, поработать. Примерно там уже в апреле я понимал, что это до конца года точно продлится. И я начал искать работу. Параллельно еще я понял, там, из поисков работы я очертил примерно стак хардов, которые мне нужны, и начал там на лайт-пурсе проходить дополнительно какие-то, как раз по аналитике геймдевов, там, что-то подтянуть, там, SQL, Python, там, вот это вот все. Вот. И начал отправлять режимы по компаниям. Прям открыл компании, которые мне нравились по какому-то принципу, вот, по какой-то причине. И просто директом начал в кадры кидать резюме, что вот я такой-то, с таким-то бэкграундом хочу сработать. А в Nexus была еще при этом вакансия, которая как раз выглядела очень странно. И как мне потом признались, они когда ее составляли, тоже считали, что это очень странная вакансия, на которой будут очень долго искать человека с таким бэкграундом. Но вот эта странная вакансия именно вот в мой бэкграунд и попадала. Поэтому я подался, там, хорошо прошел все этапы собеседования, сделал тестовое задание, и мне предложили оффер. После этого, там, прошел испытательный период, еще немного поработал, и, там, мне согласились делать релокацию на Кипр, учитывая о том, как я много о нем рассказывал. Потому что компания переехала из Ларнати сюда, в Лимассол. И сотрудники в тот момент не очень хорошо знали город. И почти на каждой встрече я им так расписывал, рассказывал, куда сходить, что поделать, что они сразу поняли, что я там жил, и потом уже начальник предложил релокироваться. А когда ты вернулся на Кипр второй раз, что ты почувствовал? Обрадовался? Конечно, да. Ну, я говорю, мне очень не нравится, что происходит в России последние, там, большое количество лет. Поэтому, ну, почти как домой, да. То есть, пришлось, конечно, немного заново стартовать. Вот. Плюс там подушка, финансы, которые я складывал на релокацию, она ушла на первую релокацию. Вот. Но компания очень много сделала для релокации, прям помогла и квартиру найти, и с депозитами, и там совсем остальным. То есть, прям, в этом плане релокация прошла намного проще, чем первый раз. А первый раз тебе не помогали? Ну, там была какая-то минимальная помощь, но просто по документам скорее, чем по, именно по самому процессу релокации. А сейчас есть у тебя какие-то еще планы? Может, ты пересмотрел страны для эмиграции, не хочешь, еще куда-нибудь? Пока у меня планы работать в Nexters, потому что мне это нравится. Вот. Если в Nexters откроются какие-то европейские офисы, то почему нет? Можно ли на Кипре там всю жизнь жить? Наверное, все-таки нет, потому что в какой-то момент понадобится инфраструктура, там, не знаю, для семьи, там, еще для чего-то. Вот. Но пока в данный момент меня устраивает. Что ты тут делаешь в свободное время? Много всего. Во-первых, у меня тут, опять-таки, из компании, из прошлого раза много друзей, поэтому мы периодически встречаемся, ходим там по кафешкам, кавянам, впрочем, ездим на пляже с девушкой каждый выходной на пляже ездим, например. Вы работаете удаленно или ты ходишь в офис каждый день? Когда он начался, они пришли на удаленку, я тогда еще не работал, у меня принимание уже на системе удаленки. За полгода в Москве я три раза был в офисе. В офисе на Кипе? В московском. У них тоже в Москве. Да. Офигеннейший офис, тоже те, кто хотят в Nextor, сочи советую. Вот. Там новый офис сделали, суперклассный, наверное, то, чего здесь, тут тоже есть офис, но он не такой большой, сотрудников меньше, вот, и там как-то все душевно еще получилось. При этом, когда коронавирус потихоньку начал спадать, меры начали снимать, наши овнеры компании, харизматичные бизнеси, выступили на вот этом вот коде, на всю компанию, сказали, что мы попробовали удаленку, она у нас работает, поэтому теперь у нас гибридная система. То есть, если вы хотите ходить в офис, welcome, если не хотите, то удаленка тоже welcome. это им тоже позволило там нанимать людей, у нас недавно человек в Португалии, в Найнере, то есть, я так понимаю, долгосрочно у нас эта гибридная система. А у вас нет такого, что ты можешь удаленно работать, например, из Праги? Ну, я же говорю, Найнере человек, то есть, в Португалии, я так понимаю, его не планируют перевозить в Россию генотипа. Да, но я имею в виду, что ты, например, из России сам. А, это не запрещено, но при этом как бы с визой сам разбирайся. То есть, у нас есть офисы, под которые могут, наверное, сделать визу, ну да, под которые могут сделать визу, но в Праге у нас нет никакого юридца, поэтому как ты будешь там оставаться, это уже на тебя. То есть, они пока не помогают тебе жить в любой стране? А там, ну, не то, что у них нет возможности помочь, если они не откроют там офисы только. У тебя, получается, есть опыт жизни в Москве, в Англии, на Кипре, и где тебе больше всего понравилось? Еще в Питере, в Китае и в Казахстане. А, вот это вам не знаю. У меня было три года, когда я пожил в четырех странах по несколько месяцев. Так, а сколько ты в Китае пожил? Около полугода. Я просто вчера слушала подкаст чуваков, которые из Китая переехали на Кипр, они уехали, потому что с детьми там не очень. А без детей там супер. В Китае? Да. Ну, у меня специфическое было там пребывание. Я после бакалавриата вписался в магистратуру, но в этот момент там то ли птичий грипп, то ли еще что-то такое вирусное там началось, и поэтому у меня мать запаниковала, сказала, что нет, в следующем году поедешь. В принципе, университет согласился отложить на год, сочлить на причину, и все такое. И я поехал к бабушке с девушкой в Казахстан, знал, освободившийся год. Там постажировался немного, а потом у отца была командировка в Китай, он взял меня с собой, и там мы ездили в провинцию, или как у них там называется, где находится Шариинский монастырь, увидели, что там куча вокруг разных таких школ кунг-фу, которые фактус спортивные лагеря. И отец предложил мне там остаться некоторое время. Я несколько месяцев там жил, занимался кунг-фу. Серьезно? Там было от пяти до семи тренировок в день. Ого. И у тебя есть какой-то пояс? Нет, перед этим в Москве занимался КПР, и потом кунг-фу, и в итоге я понял, что эти песни-пляски мне не нравятся, вернулся в Москву и пошел уже на каратэ контактное. Так, и где тебе больше всего понравилось? Ну, зависит. То есть мне понравилось, например, в Питере больше, чем в Москве. Учиться мне понравилось в Англии. Ну, как бы, когда ты студент, там по-другому все. А почему в Питере лучше, чем в Москве? Как же это погода? Ну, погода... В Питере погода, кстати, всегда чуть лучше, чем в Москве. Типа на один градус, но лучше. А ветер? Ну, ветер, да. В Москве наоборот, обратная проблема. Там она находится вниз, в низине, сверху еще вот эта крышка из смока от машин, заводов, и прочего, и ветра нет. И ты в итоге... У меня в Москве, когда я даже езжу сейчас в Москву, у меня там за 2-3 дня начинается уже насморк, и там не очень хорошо с дыхательными там чем-то. Вот, поэтому по поводу экологии я иллюзий не пытаю там ни в Москве, ни в Питере. Но в Питере при этом все продувается. Вот, так что ветер, я скорее благо, как бы это меньше из зол. Так, а как твои родители вообще смотрят на то, что ты живешь на Кипре? Ну, я их проинформировал. Ну, а может они хотели бы, чтобы ты был поближе, или наоборот? Я думаю, они согласны с тем, что вне России сейчас лучше, чем в России. Вот, плюс периодически ко мне приезжают родители там. Вот, матери работа не завязана на географии, вот сейчас она планирует месяц на три еще сюда приехать. В принципе, их все устраивает. Расскажи, давай, как устроиться в Nexter с тем, кто очень хочет поработать. Ну, на самом деле не так сложно, потому что у нас сейчас Nexter очень быстро развивается, то есть мы за последние два года кратно... Выросли 15 раз, я считала. Готовилась. Да. Вот, поэтому вакансий очень много, просто берешь вакансию по своему профилю, смотришь, что тебе нужно, если чего-то не хватает, проходишь курсы. Потому что сейчас очень много курсов, причем курсы у нас котируются при приеме на работу, там, какие-то больше, какие-то меньше, но, в принципе, в аналитике маркетинговой есть как минимум три человека из... вне геймдева, также, ну, одна из них, причем, женщина из нефтянки, то есть, примерно с похожим на мой бэкграундом. Есть люди из реального сектора, ну, то есть, Nexos открыто на это смотрят, если ты подтвердишь заявленные тобой скиллы. Как ты вообще смотришь? Много сейчас людей уходят вот в IT, в геймдев, из всех этих госкорпоратов? Конечно. В России экономика, конечно, растет, но растет только IT-сектор в основном, особенно первые месяцы после начала пандемии все сектора, все индустрии, они были в сильном минусе, рос только IT, причем рос так, что компенсировал все остальные, вот, и при этом государство не упрощает жизнерякому сектору, скажем так, вот, то есть, это способствует тому, что много людей или теряют работу, или уходят с нее, вот, и начинают сказать, что-то новое, а IT-это индустрия, которая сейчас растет, развивается, набирает сотрудников, предлагает хорошие условия. Что ж, спасибо тебе большое, было очень интересно, правда. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, не забывайте шарить, делиться моим подкастом, отмечать в сторис, и вот это вот все. Всем жмакать колокольчик. Обязательно. Да. А ты вот так хорошо закончил вот эти бузы, ну, в смысле, насколько твоя квалификация, в плане, она не овер, то есть, можно же на твоей рабочей работать? слушай, слушай, в МГУ нет, потому что там очень традиционная система обучения, то есть, тебе просто рассказывают информацию, ты пытаешься ее усвоить, иногда получается, иногда нет. А вот магистратура, там готовили именно маркетинг-менеджеров, людей, которые будут принимать решения, управлять компаниями, там и так далее, компаниями через А и через О, в общем, вот. и в Кока-Коле, допустим, у меня частично была такая возможность, потому что, во-первых, я попал в направление, на бренд, на котором не было в тот момент бренд-менеджера, то есть, я там, по факту, некоторое время вообще один был, с маркетинг-директором работал, вот. А дальше, в других компаниях, там, у меня чувствовалось, что я понимаю лучше, чем на счастье, что нужно делать, но при этом у меня нет никаких полномочий что-то из этого делать, то есть, максимум, я мог пушить там какие-то идеи, вот. С начальницей классной, это там, любые хорошие предложения, она сразу, там, принимала любые плохие, она аргументирована от металла, вот, но там, когда мне пался следующий начальник, он просто не особо хотел, в принципе, что-то менять, у него все было, там, хорошо по жизни, вот, и зачем что-то делать, вот, а в Nexos получилось так, что вот эта вакансия, она подразумевала начало, старт нового направления, то есть, раньше направления тестирования креативов, там, анализа креативов, а такового не было, вот, и мне по факту пришлось, особенно учитывая, что экстенсивный розыбук, мой руководитель занимался другими вещами, связанными, там, с деньгами, всякие, там, KPI, investment control, там, и прочее, вот, первое время я сам устраивал видение, стратегию по направлению, и мне прям зашло, вот, и судя по тому, что в компании это прижилось, это тоже работает, поэтому, вот, в этот момент как раз я наконец-то почувствовал, что мы, там, и образование, и опыт, они пригождаются, звезды сошлись уже, наконец, вот, а до этого было ощущение, что я занимаюсь какой-то ерундой, меня обучали чему-то большему, вот. А у тебя нет желания, например, свой какой-нибудь начать стартап, бизнес? Я думал об этом, но там, ну, я скорее за такой секьюрный метод, подход, то есть, я не люблю, когда большие риски, а в России начинать стартап, это очень большие риски, вот, и требуют, во-первых, инвестиции, во-вторых, там какие-то обязательства, ну, у меня нет такого, что я прям готов днями-ночами топить за свой стартап, чтобы вытащить. У меня есть пример предпринимателя, предпринимателя, у которого прям есть вот эта жилка, то есть, на мой взгляд, это просто там один из лучших предпринимателей там современных, ну, из молодежи нашей, вот, это Женя Будов, мы вот как раз через друга в Англии познакомились, он из финансовой академии по-моему, он работал сначала там в бизнесе своего отца, а потом решил открыть свой и сделал живые полотна. В Москву как-то раз приезжал в Ангог, европейская выставка, там, своей аппаратурой, своей техникой, ему это понравилось, и он сделал то же самое с Дали, подобрал сам технику, нанял ребят, с ними записали софт, с нуля раскручивали, искали помещение, его делали в Москве в тот момент, на Азиле, по-моему, они были, потом перебрался на Красный Октябрь, а потом переехал в Питер, и в Питере сейчас у него постоянно там несколько зданий, в одном из них планетарий, в другом вот эти выставки идут, по разным городам пооткрывался этих отделений, то есть он, поначалу ему было очень сложно, прям, ну, мы с ним часто общались, и прям чувствовать, что он там ночует на работе, постоянно там ищет инвестиции, ищет там, как это реализовать саму работу, там, где сотрудника взять, то есть прям он вытащил на характере, так сказать, вот, а теперь у него уже это все очень круто масштабировалось, он довел до зрелого состояния бизнес, и прям большой молодец. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова